Библейский портал экзегет.ру представляет развитие. Псалмопевец начинает с того, что он описывает некое общее положение, потом переходит к царской теме, и потом уже от лица Давида говорит о своих собственных бедствиях. И вот шестой псалом был таким достаточно мрачным. Он говорил о состоянии человека, который ощущает свою полную ничтожность, свое бессилие перед лицом врагов. И седьмой он в каком-то смысле переломный. Давайте его прочитаем, начиная с заголовка «Плач Давида». Эту песню он пел Господу, когда узнал про Куша из племени Вениамина. Интересно, что мы про Куша из племени Вениамина не знаем абсолютно ничего. Мы единственное, что знаем, что некто кушит, некий человек сообщил Давиду о смерти его сына Виссалома, который, собственно, восстал на него. Возможно, об этом идет здесь речь. Но, правда, Кушит – это не то же самое, что человек по имени Куша. Может быть, имеется в виду Кушит, то есть человек из соответствующего народа. Вероятно, Эфиопия, но могут быть и другие версии. Живший среди племени Вениамина. Но, в общем, мы толком не знаем, о чем это. Отсылка к какому-то событию нам вполне неизвестному. И, тем не менее, само событие вызывает у него вполне определенные чувства. И, наверное, у других людей другие события эти похожие чувства вызовут. О Господь, мой Бог, у Тебя я защиты ищу. От погони избавь меня и спаси. Иначе враг растрезает меня, как лев на куски разорвет, и никто не спасет. О Господь, мой Бог, если я что-то сделал не так, запятнал руки неправды, другу злом отплатил, обидчика стал выручать, пусть за мной погонится враг, пусть настигнет меня, мою жизнь втопчет в землю, мою честь смешает с пылью. Музыка. Ну, эти вот краткие такие обозначения, которые нам сегодня мало что говорят. В гневе воспрянь, Господь, поднимись против злобы врагов моих, пробудись, мой Бог, верши суд. Соберутся народы вокруг Тебя, Ты над ними выси, на престоле вас сядь. Господь народы будет судить, реши же, Господь, и тяжбу мою. Я прав, нет за мной вины, пусть злобе злодеев придет конец. Поддержи правого, праведный Бог, видящий насквозь ум и сердце. Щит мой, Бог, Он спасет чистым сердцем. Бог, праведный судья, что ни день в ярости он, Он вновь наточил свой меч, лук напряг, натянул, Он оружие смерти взял, приготовил горящие стрелы. Кто неправду зачал, тот забеременел злом и рождает ложь. Кто другому рыл яму, тот в нее провалится сам. Его зло обернется против него, ему же на голову и падет. Справедливого Господа славлю я, воспою имя Господа Вышнего. Довольно разнородные вещи в этом псалме встречаются, не так ли? «У тебя я защиты ищу с самого начала, иначе враг растрезает меня, как лев». Но это все понятно. Вот предшествующие псалмы много говорят о необходимости помощи. И вдруг слова, которые христианину тяжело вообще-то читать от своего первого лица. «О, Господь мой Бог, если я что-то сделал не так, и мы хотим добавить, да, конечно, я многое сделал не так, прости меня и помилуй, запятнал руки неправды, другу злом отплатил, обидчика стал выручать». То есть что-то сделал не так, это не только другу злом отплатил, но и стал выручать обидчика. То есть помог тому, кто причинил мне обиду, что же здесь не так. Но это еще Ветхозавет на этиков, который око за око, зуб за зуб, да, и обидчику надо скорее отомстить, чем простить его. Это в самом начале пути, да, который потом привезет к Нагорной проповеди, с ее подставь в другую щеку. Но для начала просто вот каждому по тому, как он с тобой обошелся, да, не быть неблагодарным, но и не быть беспомощным. Так вот, если я что-то сделал не так, пусть за мной погонится враг, пусть настигнет меня, пусть жизнь втопчет в землю, и честь смешают с пылью. То есть я ничего не так не делал, я все сделал правильно, я все сделал хорошо. Вот как это христианину читать? Ну, мы опять скажем, что это Ветхий Завет, что там псалмопевед себя ощущает праведником по сравнению с этими грешниками, прежде всего потому, что они язычники, они не верят в единого Бога, а он верит. Но тем не менее, не слишком ли смелое заявление? Если что не так, то пусть меня втопчут, убьют и обесчистят. А вы знаете, мне кажется, в этом странного ничего нет. Здесь нет двойных стандартов, которые очень часто, кстати, под такой маской христианского благочестия прячутся. Господи, ты меня прости, ты меня помилуй, я великий грешник, а вот их ты, Господи, покарай. То есть здесь стандарт один. Я прошу Господа покарать злодеев. Если меня, то меня. Вот, Господи, тебе виднее. То есть это позиция предельной открытости. Это позиция вот око за око, зуб за зуб. Но уже любое око, не только око моего врага, но и мое, и мой зуб в том числе. И дальше он продолжает. Восстань против злобы врагов моих, пробудись, мой Бог, верши суд. Соберутся народы вокруг тебя, ты над ними выйти на престоле, вас сядь. У него какие-то проблемы с людьми. С кем-то он поругался, поссорился, даже воюет. Пускай идет речь о гражданской войне. Но вот эти наши проблемы с людьми, у каждого они существуют. И Бог, который судит все народы, это не слишком ли разнопланово? Не слишком ли это разный масштаб? Я с соседкой поругался, что же, теперь Господу судить все народы, чтобы мою правоту доказать? Но на самом деле псалмопевец, вот в этом его особенность, да, вот этот коллективный автор, потому что, конечно, царь Давид явно не был автором абсолютно всех псалмов, мы об этом говорили. Вот его удивительная черта – это цельность восприятия мира. То есть для него его личные обиды, его личные какие-то ссоры, скандалы, они неотделимы от представлений о правосудии в мировом масштабе. То есть это не просто все, вот ты меня, Господи, пожалей, помилуй, прости, ну и как-нибудь там, давай уж мы не будем о моих проблемах говорить, да, вот и меня накажи, если я виноват, и все народы накажи, но и мою правоту, да, то есть вот моя частная правота – это часть вселенской правоты, это часть того порядка, который Господь устанавливает в этом мире. Псалмопевца трудно назвать христианином, хотя эта книга используется христианами, но вот кем его совершенно точно можно назвать, это честным и открытым перед Богом человеком, да, вот у него нет двойных стандартов, он не прячется за своей благочестивой риторикой, чтобы сказать, меня пожалею, а их накажи, вообще установи справедливость для всех народов, но и в моем случае то же самое. Бог праведный судья, что ни день в ярости он, наточил свой меч, лук напряг, оружие смерти взял, приготовил горячие стрелы. Мы не хотим видеть таким Бога, не так ли? Но и таким он тоже бывает, и вот этот Псалм, он, ну, об этом напоминает, мы можем сказать, да, это Ветхий Завет, тут еще не Бог любви, не Бог милости, а Бог жестокий, Бог устанавливающий справедливость, Бог мститель за преступления, и тем не менее вот без этой жестокости, в кавычках, так мы ее назовем, наверное, милосердие звучит абсолютно бессмысленно, да, потому что тогда милосердие становится просто покрывательством, да, оно становится просто безразличием козлу, да, если нет вот этого, хотя бы, ну, отчасти в этом мире действующего возмездия. И дальше неожиданный вывод, кто неправду зачал, забеременел злом и рождает ложь, то есть неправда внутри человека, да, она не что-то такое, что снаружи на него обрушивается, но сам человек внутри себя, как ребенка, женщина зачинает, вынашивает, рождает, вот так и с этой неправдой. И дальше неправда вышедшая из человека начинает действовать самостоятельно, как дети взрослеют и уже отделены от родителей. Кто другому рыл яму, в нее провалится сам, его зло обернется против него, ему же на голову и падет. То есть порожденное зло начинает действовать в этом мире и в конечном итоге карает человека, который его породил. А где здесь Бог? Вот смотрите, только что он праведный судья с мечом, с луком, с оружием смерти, вот он выходит на войну, разит направо и налево, а дальше говорится, зло, которое породило человек, оно же этого человека и убьет. А Бог где здесь? Вот мне кажется, это ответ как раз на эти наши недоумения, а почему это Бог у нас как такой, знаете ли, каратель, который с оружием в руках нападает на всех людей. Да не он нападает, мы это так описываем, и Господь установил эту справедливость в мире, но в результате зло оборачивается само против человека. И дальше он заключает, справедливого Господа славлю я вас по имени Господа Вышнего. То есть его справедливость заключается не в том, что он ходит по земле с оружием и направо-налево разит всех, кто что-то не так сделал, а она заключается в том, что вот, собственно, зло постигает того, кто это зло породил. И мы описываем Бога как такого либо воина, либо кого-то еще, но на самом деле это происходит в этом мире просто закон естественных последствий, который тоже может быть установлением божественной справедливости. И интересно, что псалмопевец начал об этом размышлять как раз после предыдущего псалма «Отчаяние», «Отчаяние», и вот до сих пор он говорил о Боге как о чем-то таком, знаете, прикладном, ну, великом, могучем, Боге, которого он призывает на помощь. Но Бог ему нужен здесь и сейчас, чтобы решить свои проблемы. Начиная с восьмого псалма, он заговорит о Боге как о каком-то совершенно удивительном, прекрасном, невероятном человеке, личности, существе, как назвать его, да, то есть вот как о своем друге и одновременно о своем царе. Вот он начнет его воспевать в восьмом псалме и удивляться дружбе с Богом, которая ему дана.